С-45 центру Задание выполнил, прошу прислать связника Задание выполнил, прошу прислать 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 Вольная 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 Ноль двадцать четвертый. Командиру пограничного сторожевого корабля капитан лейтенанту Никитину. В семь часов двадцать одна минута в квадрате тринадцать одиннадцать рыбоинспекционным судном «Крильон» задержана шхуна «Мики-18» по подозрению в незаконном промысле крабов в советских территориальных водах. Возможно маскировка разведывательного судна под «Краболова». Приказываю. Следуйте к месту задержания и для выяснения обстановки. Комбрик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Краболова» «Краболова» Комбрик. Кто дизилист? «Краболова» «Краболова» Наткнулись мы на шхуну случайно. Когда мы их увидели, они находились здесь. Наша точка вот. Заметили они нас поздно, ставили порядки. Снасти сразу обрубили и рванули нейтральные. Вот тут они пытались нам подставить свой борт. А вот тут мы их уже прижали. Налили воды и шланговую холодную трубу, но и они заглохли. Когда мы высадились, они все двери задрали и сидят как суслики в норе. Ну, Мишаня сходил за ломиком. Минут пять мы их уговаривали. Сразу высыпали на палубу. Вот конечная точка. Далеко убежали. Глиссер, а не шхуна. Да, место брошено шхуной снастей. Отметили? Приблизительно. Разрешите доложить? Докладывайте, Евгений Борисович. Знакомьтесь, помощник Крымов, капитан Иванов. Валенок, а не капитан. Это почему это я валенок? Потому что задержав шхуну, прежде всего, изолируют шкиперы. Отбирают промысловые журналы, ленту и холоты. А я этого не знал, да? Да они пять минут сидели в трюме, закрывшись. Ну, хватит! Капитан сделал все, что мог. Докладывайте. При досмотре ленты и журнала не оказалось. Экипаж четыре человека. Судно принадлежит компании Дары Океана. В трюме полторы тонны свежевыловленного краба. От! Шкиперы команды утверждают, что промысел вели в нейтральных водах. Нарушение границы объясняют необходимостью пополнить запас пресной воды. Сопротивление команда не оказывала при досмотре. Оружие не применялось. Акты о нарушении границы СССР шкипер подписать отказался. А у них действительно мало воды? Мало. Часов на пять. Но это могли вылить? Могли. Особый интерес вызывает мощный локатор. 120 миль. Зачем же такой краболову? Признаков разведдеятельности на шхуне не обнаружено. Не густо. Надо искать снасти. Где? Вот и займитесь этим. Это ваше дело, наше дело охранять границ. Да один ты я их в три дня не найду. У меня нет времени заниматься этим. Ну что решим? Дадим воды. Иногда отпускать. Только извиняется, пусть он. Зачем извиняться? Зачем отпускать? Ты понимаешь, это прецедент. Если мы сегодня отпустим эту Мики, завтра десятки шум полезут в наши воды, соблазненные безнаказанностью. Я вам хочу напомнить, что если за 24 часа не будет доказана законность задержания, завтра радио и телевидение сопредельных государств объявят нас захватчиками. Стоит ли этого две тонны крабов? Ну отпускай. Отпускай всех, отпускай. И сегодня, и завтра всех отпускай. Но извиняться я не буду. Меня обокрали, я же... Извините. Да никогда. Ты меня знаешь. Сам же напортачил. Теперь психой. А знаешь, Женя, возьмем-ка эту Мики Нацугундер. Ты шутишь. Если фирма ударит в колокола, ты же не отделаешься выговором. Зачем тебе это надо? Штормы боятся в море не ходить. Шторман! Конвалируем шхуну в бухту Теленья. Фотоаппарат, товарищ господин. Личный досмотр еще. А здесь что? Вот еще. Окончить досмотр. Соберите личные вещи. Прибой оперативного. Иван, ты? Привет, Крымов. Я насчет назначения. Позвони в строевую часть. Узнай, как с моим переводом на новый корабль. Подожди минутку. Юрий Петрович, пришел приказ о назначении Крымова командиром корабля? Женя? Да. Приказ на тебя еще не пришел. Велено ждать. Понял. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. До свидания. Крымов, отходим! Убрать сапогодню. Отдать кормовой Отталкивать корму Отдать носовой Флаг перенести Вы являетесь шкипером и начальником лова промысловой шхуны Мики-18 Женаты, имеете дочь 15 лет Да Объясните причину нарушения государственной границы СССР Наша шхуна вела промысел в нейтральных водах В проливе Аксакапури Между островами Головина и Бусилова В районе рифа Бурун К сожалению, у нас кончилась пресная вода И я решил зайти в советские территориальные воды Для набора пресной воды Почему вы не зашли в порт Акессия? Это было для вас намного удобнее К сожалению, у нас осложнение с японским департаментом полиции И теряется много драгоценного времени А у вас все быстро И к тому же вода бесплатна Мы любим вашу воду Ваша шхуна собственность компании Дары Океана Да Где находится эта компания? Тайвань, порт Тайбей Вы транспортируете улов в этот порт? Нет, это было бы слишком убыточно Компания присылает рефрижатор, который забирает улов Скажите, почему на шхуне отсутствует промысловый журнал? Иногда компания взимает журналы Для анализа и учета Прогнозов на будущее И мой журнал на рефрижатор А лента Эхолоте? Она тоже вместе с журналом сдается Наша компания разрабатывает новые виды снасти И она должна знать глубину И где будет производиться промысел Скажите, как специалист Сколько корзин берет ваши краболовные шхуны для промысла? Тысячи... Тысячи девять Иначе убыточно То есть Десять, двенадцать порядков На вашей шхуне мы обнаружили всего лишь четыреста корзин То есть четыре порядка Где же остальные? Мы их в море потеряли, госпожа Это для меня большое несчастье И я должен возместить компании стоимостью этих снастей Когда это случилось? Шесть дней тому назад Шторм уничтожил наши снасти Господин Шкипер Я никогда не поверю, что администрация компании Разрешила бы своему лучшему промысловику Бездельничать целых шесть дней Убыточно Вы правы, госпожа Компания не позволит этого И мы получили позавчера новые снасти Где же они? Мы оставили их на месте лова Подпишите ваши показания Прекрасно А вот сводка погоды Владивостокского центра И Токийского центра Из них видно, что уже десять дней в акватории шторма не было К тому же, когда вы получали новые снасти С рефрижератора Вы должны были запастись пресной водой Как вы объясните эти противоречия? Мне нечего добавить к тому, что я сказал Я честный рыбак И требую, чтобы освободили меня и мою команду Я предлагаю вам самому помочь дознанию Если вы честный рыбак И что я должен сделать? Показать район, где вели лов Мы выйдем в море И если ваши снасти находятся в нейтральных водах Вы немедленно обретете свободу Ага Я боюсь За оставшиеся двадцать часов Не смогу отыскать свои новые снасти Центр Чифу Обеспечьте эвакуацию связняка Место встречи радио Буй Товарищ командир Шху на киосе Справа 30, дистанция 20 Куда же ее черти несут? Товарищ командир Шху найдет в нейтральных водах Отвернем Пока он не засек наш бортовой номер Ничаев, возьми-ка Это не ты его прозвал композитором, а? Полгода слушал его музыку А заверел Внимание личному составу Операция «Мокрые штаны» Учебная тревога Евгений Борисович Так вы же лично знакомы с композитором Посему принимайте командование кораблем Есть Осмотровый группе на бак Ютовым на ют Рулевой Боцман, займитесь делом Музыку Слушаюсь Так Фактической высадки Производить не будем Немного попугая Прошу обратить внимание На радиорубку На бак Спардек Ют Шкипера я беру на себя Все впечатления Котель Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, капитана Здравствуй, капитан Субтитры создавал DimaTorzok Выключи эту шарманку Выключи эту шарманку Выключи эту шарманку Вылесой парень Когда пограничник подошел к нам Я думал, дело кончится осмотром Со страху наложили в штаны А какого черта вы устроили весь этот балаган? На мостике пограничника был мой старый знакомый Привычка Штурман, место! Если они не дураки Я знаю, этого человека обойдется Разворот через час Квадрат 13-11 Синтезон 21-30, прибудет катер Окей Если вы не раздумали идти на поиски Буя Советую отдохнуть Здесь я доверяю только себе Завтра будет отличный шторм Видели, как Синдох козырнул Крымову? Что значит школа? Это да, но он мог служить в армии или на флоте Мог, конечно мог Но двигаются они все-таки иначе Не так, как арбаки Что у вас, товарищ командир? Снасти у них сухие, нерабочие Но тут дело вот в чем Если они идут не в наших водах На кой черт им устраивать такое представление для нас? Существует старый бракандерский прием Одна шхуна ставит снасти И отвлекая внимание уходит Другая внезапно подходит, выбирает их Улов пополам А называется этот прием Колхоз Ну не может быть Сколько корзин обнаружено на Мике? Корзины, корзины Четыреста штук Значит, восемьсот корзин с крабом находится где-то здесь Между прочим По нынешним скудным временам Это целое состояние Можно безбедно прожить целый год Значит так Если композитор работает в паре с Мике Он обязательно попытается взять эти снасти Мы его подождем А чтобы он не обнаружил нас Постоим за этим камушком А если он не придет? Придет Слишком жирный кусок Дать радиофиш-инспектору Немедленно прекратить поиски снастей И выйти из квадрата 13-11 Есть Запахи-то какие Пожалуйста, к нашему столу Спасибо, не откажусь Ну, что нового? Компания Дары Океана расширяет район промысла В прошлом году они браконьерствовали у берегов Камчатки Ныне объявились и у нас Возможные районы промысла 13-11 Квадрат 13-17 13-24 Задержанная шхуна Одна из ячеек огромного невода Который пытаются забросить в наши воды Пока трудно сказать Сотрудничает ли компания с разведкой Но, безусловно, одно Идет активный отбор информации О побережье Дальнего Востока Для этого используются промысловые журналы Ленты эхолотов Допросы членов команды промысловых шхун Сбор информации на рефрижераторе Который забирает у рыбаков улов Дело поставлено профессионально Так Пожалуйста Спасибо Что нового по МИКе-18? Шкипер и вся команда в один голос утверждает Что вели промысел в нейтральных водах Врут Но врут дружно Сговор Да Лидеры, шкипер и радист Особенно интересен последний Проходил службу в военно-морских силах И, судя по аппаратуре на МИКе-18 Радист высшего класса Ну, а что у вас? Повторный осмотр шхуны И личных вещей рыбаков Не дал никаких результатов Если до 18 часов Рыбинспектор не обнаружит снасти Шхуну придется отпустить Взгляните Прекращаю поиск снастей Возвращаюсь в базу Основание Приказ пограничного корабля Иванов Задержите шхуну МИКе-18 В бухте до 18 часов Никитин Зря вы это Вы поднимете на ноги Всю береговую охрану Но зато мы узнаем Есть ли там пограничный корабль Тогда верьте Это мои старушки Киоси Перестаньте болтать А вы покажите Местонахождение боя Вы пройдете Вот до этой точки За коралловые рифы Четыре кабельтовых вправо Затем резко свернете В квадрат 88 И на нейтральные воды А вот здесь Мы вас будем ждать Сверим часы 21-36 Это грубая работа Что ж, результатов будем ждать Отдай к носовой Малый вперед Если шхуна не поставила радио Буй Я оторву твоему шкиперу голову До встречи Продолжение следует... Восемь японских шхун Ведут промысел креветки В квадрате 21-01 Десять японских шхун Производят лов сайры В квадрате 14-18 Сообщение из Немура В связи с надвигающимся штормом Просим разрешения укрыться в бухтах Японским промысловым ботом НК-211-17 НК-211-200 НК-211-205 У последнего вышел из строя мотор Его ведут на буксире Разрешение округа есть Дать оповещение на корабли Есть Что еще? За истекшие сутки Шхуна Киосе обнаружена В квадратах 13-11 И 13-75 Так... Что же, опять композитор объявился? В начале июля пограничный вертолет Обнаружил его Разрешить Вот здесь В квадрате 21-01 Сухогрузой Космотемьянская Встретился с ним Здесь В квадрате 10-95 Неужели это связано как-то с данными О появлении в наших водах Разведывательного корабля? Да, не исключено Хотя, возможно, композитор Отвлекает наше внимание Ведь после того, как Крымов Опустил его, он исчез Так точно Ну, а теперь вновь замаячил Дорого бы я дал, чтобы посмотреть Какие грузы находятся в его трюмах Где-то здесь находится радиобуй Проклятый туман Ничего не видно Сбавьте обороты ГКП По пеленгу 215 Дистанция 68 кабельтовых Цель малая Механик Сигнал боевой тревоги Дерек информирует Цель быстроходная Боевая тревога Корабль к задержанию Осмотровой группе Приготовиться к высадке Продолжение следует... Усилить наблюдение ГКП Цель в мертвой зоне Шеф, справа проблеск белого огня Пограничник Вперед Полный вперед Уходим Включить пограничные ходовые огни Дать красную ракету Лево на борт Механик Все три Вперед Ракету Так держать Держи его, точнее в луче Держи его, точнее в луче Отводи Цель пересекла наш курс Право, право на борт Здесь, право на борт По следу не ходи Отводи Идет за нами Тот, что мы встретили днем Уводите его Увести из квадрата Уведем Ладно, сделаем Механик, обороты Квадрат 13-11 Обнаружена малая Быстроходная цель Преследуем нарушителя Товарищ комбриг Прорыв границы На участке Увеличить обороты ДКП Дистанция до цели Не изменяется 1800 оборотов 1900 оборотов Увеличить обороты ГКП Дистанция до цели Увеличивается Механик Обороты максимальные По следу не ходить Штурман Место Точное место Почему он не уходит в нейтральные Потому что мы Салаки Он же уводит нас Лево на борт Есть Лево на борт Штурман Выводите корабль В точку дрейфа Радист Оперативного для меня Режим закрытый Есть, товарищ командир Дотош Кедреев А далеко? Четыре мили Товарищ командир Аккуративный на связи Иван Михайлович Здравствуй, Никитин Как слышно? Да, хорошо слышу Здравствуй, Алексей Нилович Проследи за этой целью сам Если будет что-нибудь Поднимешь тревогу Мне необходимо Побыть на точке дрейфа В общем, я постоянно на связи Готов идти по наведению Понял тебя, Алексей Нилович Понял Беру под наблюдение В мое отсутствие Кто-нибудь заходил В квадрат 13-11? Нет, никто не заходил Ну, тогда пока Штурман Да Сколько времени отсутствовали? 24 минуты Воистину говорят Век живи, век учись Управление кораблем в рубку Что такое? Почему он оставил вас? Куда ушел? Откуда я знаю? Сумасшедший какой-то Мы подойдем еще раз К бую Если он там стоит рядом То его пушки сделают Из вас решето Что предлагаешь? Идите к берегу Ваша задача Выманить пограничников на себя Я попытаюсь проверить буй Все Понял Курс 180 В 3.55 В 4 милях от берега Никитин обнаружил Малую быстроходную цель Малая быстроходная цель Заметив преследование Резко изменила курс И пошла вдоль границы К району 7-й заставы В 4.02 Никитин Полагая, что его пытаются Отвлечь от района Несения службы Вернулся к мысу опасной В точку неподвижного дозора Считаю действия Никитина Неверными После того, как он Прекратил преследование Катер проследовал вдоль границы И резко повернул к берегу Там лег в дрейф Находился в дрейфе 12 минут В 4 часа 32 минуты Обнаружив локатором Наш корабль-перехватчик Нарушитель ушел В нейтральные воды Три дня назад Береговая служба Перехватила радиосигнал Переданный с мыса опасной Расшифровать не смогли Значит, контрразведка Связывает появление катера С радиосигналом Да Можно предположить, что катер Высадил Или забрал на борт Боевого пловца Сейчас усиленные наряды Прочесывают побережье На участках Пятой, шестой, седьмой И девятой заставы При таком раскладе Вариант с высадкой Пловца Отпадает Остается второй Катер берет пловца Ну, теоретически Это возможно А практически Ночью В тумане При волне В 5 баллов Это почти невозможно Да, ну почти Не может служить гарантии Охрана государственной границы Товарищ капитан Первого ранга 024-й на связи Капитан лейтенант Никитин Слушаю, товарищ командир Кто разрешил вам прекратить Преследование нарушителя Я принял решение самостоятельно На участке восьмой заставы Катер 12 минут лежал в дрейфе Кто ответит, чем он там занимался Считаю действие катера Отвлекающим маневром А если он высадил Или взял на борт пловца Взять на борт пловца При такой погоде невозможно Вы понимаете Всю ответственность Вашего поступка Да, понимаю Учитывая обстановку на границе Считаю необходимым Находиться в точке дрейфа Хорошо Утром встретите Японские шхуны И будете сопровождать их В бухту Светлая Слушаюсь Была б моя воля Я бы Никитин Плавал со мной штурманом Я верю этому командиру Синдо, центру Объявите по радио и телевидению О захвате советскими пограничниками Шхуны Мики-18 Организуйте запрос фирмы Дары Океана в МИД О судьбе экипажа задержанной шхуны Один, два, три Один, два, три Один, два, три Продолжение следует... Мы чуть не врезались в борт пограничника. Кажется, они что-то подозревают. В 8 часов объявят о захвате Мики-18 по радио и телевидению. В 10 она выйдет в море. И мы узнаем, поставили они буй или нет. А если ее не выпустят? Прошло уже 14 часов. 13! Против шхуны нет улик. А радио буй знает только шкипер. А шкипер умный человек. Не в первый раз выпустят. Товарищ старший шейтинан, задержанных доставлен. Идите. Есть. Скажите, почему на такой большой шхуне, как Мики-18, такой маленький экипаж? Компания выдает в кредит шхуны с Настей. Кредит мы выплачиваем из наших заработков. Чем больше команда, тем меньше доли каждого за улов. Какие обязанности вы выполняете? Радист, лебедчик и суперкарго. Значит, получаете три доли с улова. Да. У меня большая семья. Скажите, почему во время сдачи улова на рефрижератор шхуна не пополнила запас пресной воды? Мне стыдно об этом говорить. Я был пьян и забыл это сделать. Почему вы не зашли в Порт-Акесси? У нас осложнение с японским департаментом полиции. Кроме того, там заводу нужно платить, а наш шкипер скряга. Ваш дизелист очень хорошо отзывался о шкипере. Дизелист за доллар. Готов лизать задницу каждому. Компания вам платит в долларах? Компания может производить оплату в любой валюте. Мы берем в долларах, это удобно. Я должен вас предупредить, что через международный суд мы потребуем возмещения убытков. Кто это мы? Компания Дары Океана и команда Мики-18. Кроме того, я выступлю по радио и телевидению с заявлением о произволе пограничных властей. Я требую немедленно отпустить команду шхуны и дать нам возможность выйти в море. Мы устали от допросов. Почему этого требуете вы, а не шкипер? Я суперкарга, и на мне лежит обязанность защиты интересов команды перед компанией и шкипером. Позвольте напомнить вам, что вы задержаны в территориальных водах Советского Союза и обвиняетесь по статье 83.163 Уголовного кодекса РСФСР. Нет, нет, вы мне это не приписывайте. Пусть этот вопрос волнует шкипера. Меня волнует другое, что завтра будет есть моя семья и семьи рыбаков нашей шхуны. Но если будет доказан сговор команды в пользу шкипера, то судить будут. Всю команду за соучастие. И тогда действительно, и ваша семья, и семьи других рыбаков надолго останутся без кормильцев. Только искренним признанием, вы можете облегчить свою вину. Шкипера мы будем судить, а всю команду отпустим на родину. Советское государство гуманно. И мы не раз доказывали свою гуманность. И, кстати, по отношению к вам также. Отпустив в 75-м году. Итак, будете говорить правду? У вас нет доказательства нашей вины. Прошло 17 часов. Если бы они были, вы бы просто предъявили их нам. Через 7 часов вы нас отпустите. И все, что я здесь обещал, я выполню. А теперь прошу отпустить меня. Я устал и хочу спать. 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 Сидите, сидите. У компании Дары Океана оказался склочный характер. Нам приказано поторопиться. Но объясните начальству, что мы работаем всего лишь 17 часов. А есть уверенность, что Шкипер признает себя виновным и подпишет акт? Нет, такой уверенности у меня нет. Плохо. Плохо. Пока наши друзья из-за океана не облили нас грязью, предлагаю отпустить шхуну с миром. А Никитин? Я давно мечтаю увидеть композитора вот на этом табурете. В данном случае часть мундира для меня дороже. Но мы имеем право работать еще 7 часов. И мы обязаны продолжать работу. Разрешите продолжать дознание, товарищ майор, под мою личную ответственность. Это может повлечь за собой серьезные последствия. Но ведь мы это делаем не для себя. Неужели нас не поймут? Поймут. Только легче нам от этого не будет. Два часа. Это все, что могу вам дать. Товарищ старший лейтенант. В жилых помещениях журнала и лента эхолота не обнаружено. Осмотрите Фор Пик. Есть. Фор Пик. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что вы здесь делаете? Я хотел проверить исправность аппаратуры. Идите на место работы. Извините. Извините. Синдесан, шкипер на связь не выходит. Они молчат 17 часов. Я не удивлюсь, если узнаю, что шкипер все рассказал пограничникам. Он будет молчать. Откуда такая уверенность? Шкипер умный человек. Он предпочтет отсидеть три года за незаконный промысел крабов. Чем быть судимым за содействие военной разведки. А может быть он и с нами играет молчанку по этой причине. Я сказал, что шкипер умный человек. Он очень любит свою семью. Но если ты не уверен в успехе, отменяй операцию. А ты веселый парень. Но у меня тоже есть обязанности перед своей фирмой. Что будем делать? Пограничник встретит их у границы и поведет в укрытие, вероятно, в бухту Светлое, где будет осуществлять надзор. Прикрывая шхунами, мы войдем в терводы и пойдем к радиобую. Пока пограничники сообразят, что к чему и выведут на нас корабль, пройдет минут сорок-сорок пять. Этого вполне достаточно, чтобы взять пловца и уйти в нейтральные воды. Кто владелец шхуны? Я вам буду так ищить. Кто капитан? Следуйте к месту укрытия. Кто хозяин шхуны? Кто капитан? Следуйте к месту укрытия. За юнора! Штурман, курс в точку дрейфа. Радист, сообщите на заставу взять японские шхуны под наблюдением. Осмотрите все под паелами в машинном отделении. Есть. Почему задержан выход шхуны? Радист пытался передать сигналы. Я считала необходимым еще раз осмотреть шхуну. Результаты есть? Нет. Так. Пока вы здесь копались в корзинах с рыбой, телевидение и радио сопредельных государств уже дважды передало сообщение, что советскими пограничниками в территориальных водах СССР захвачена шхуна, зашедшая пополнить запасы пресной воды. В бетонных казематах мы с вами якобы уже 21 час ведем беспрерывные допросы членов экипажа, добиваясь признания. Приказываю. Дело прекратить. Извините перед командой. И чтобы через 40 минут шхуны не было в бухте. Все. Выполняйте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Радист, запросите Беринг. Пусть сообщат обстановку в квадрате 13-11. Есть. Замерз? Да вроде нет, товарищ командир. Мы же находимся на широте Сочи. А ты, детинушку, что-то не весил? Не могу понять причину твоей рыности. А поподробней? Пожалуйста, мы прекратили преследование нарушителей. Раз. Оставили иностранные шхуны без надзора. А два. Мы делаем одно нарушение за другим. И неизвестно, чем это кончится. А ты, Женечка, прикидываешь, что выпадает при этом тебе? Прикидываю, Алексей Недович. И жаль, что об этом не подумал мой командир. Пойдем поговорим. Товарищ командир. Есть. Берег сообщает, за время нашего отсутствия никто в квадрат 13-11 не заходил. Хорошо. Докладывать обстановку по этому квадрату каждые 10 минут. Есть. Командир, скажи, во имя чего мы болтаемся в этой бухте? Евгений Борисович, мы не болтаемся. Мы охраняем границу. Тогда мы по-разному понимаем долг пограничника. Кстати, о долге пограничника. Женя, для тебя командирский мостик. Трамплин, чтобы сигануть повыше. В этом суть. Тебе звезды нужны. А тебе они не нужны? Моя звезда, мой корабль. Это мой дом, моя работа. Мне интересно здесь. Значит, ты трудяга, а я карьерист. Аргументы. Аргументы? Полгода назад, командуя кораблем, ты упустил композитора. Это неправда. Мы намотали на винты сеть. И только поэтому Киоси ушла в нейтральный. Нет, Женя. Ты продобанил композитора, потому что, когда пришло время брать его за жаброй, ты испугался ответственности. Что я должен был делать? Все, что угодно. Но не дать нарушителю УЗИ. Есть приказ, запрещающий обстрел мирных судов. Ты спрятался за приказ. Я не нарушил приказ. Ты боялся повредить карьере. Дорога в Академию тебе открыта. Но на кой черт нам нужны такие командиры, которые думают сначала о себе, а потом о деле? Разрешите? Да. Товарищ командир, получено штурмовое предупреждение. Нам разрешено укрыться в бухте Колокольная. Выходить следует немедленно. Отставить бухту штурмана. Будем стоять здесь. Дорога в Академию. Продолжение следует... Дорога в Академию. Сигнал с радиобуя. В рубке. Беллинг. Есть беллинг. Курс 80. Перевести на автоматику. Есть. Механик. Я. Обороты 800. Есть. Право 10. Есть право 10. Я же говорил, шкепер умный человек. Хотелось, чтобы с пограничниками было наоборот. На локаторе! Обстановку! Квадрат просматривается хорошо. Неопознанных целей нет. Прекрасно. Все забились в щели, как тараканы. Полный вперед! Товарищ командир. Берег сообщает. Теллинг 160. Дистанция 50 кабельтовых. Шхуна вошла в квадрат 13-11. Теллинг 160. Шхуна вошла в квадрат 13-11. Мы в зоне береговых пеленгаторов. Пограничники подумают, что мы пошли укрываться от шторма. Штурман! Я. Приготовиться к приему пловца. Есть. Товарищ командир. Берег информирует. Шхуна легла в дрейф. Пора. Считаем до 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Все три вперед. Есть три машины вперед. Продолжение следует. Восемь. Девять. 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 Хорошо. Девять. Лево, лево на борт! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уходить надо! Осторожнее у борта! Лебёдка, мира! Пошёл! Быстро! Механик, полный вперёд! Объясните пловцу, его роль на шконе! Поздно, в лопали! Пловцу, ну! Быстро! Механик, командир, шкуда подняла набор голубой предмет и уходит! Поднять ли ему? Есть! Благополучного с вращением! Контейнер с информацией! Сообщите на базу! Гость на борту, уходим от погони! Окей! Напоминаю! Ты рыбак промысловой шхуны Киеси-8! Нанялся на шхуну в Гонконге 5 мая! До этого работал в ремонтных мастерских порта! Я знаю свою легенду! Чиф в центру! Связник на борту! Нас преследует пограничный корабль! Встречайте у кромки нейтральных вод! Товарищ командир! Шхуна на сигнал об остановке не реагирует! Механик! В середу! Дайте ракету в сторону шхуры! Есть! Есть! Гошхуни! Застопорить ход! Застопорить ход! Стоп! 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 Крымов, будете высаживаться на ходу! Право на борт! Левый быстрый сброс! Есть быстрый сброс! Лево на борт! Есть! Лево на борт! Ну и лево на борту! Я не дам пограничникам высадиться на шхону! Лево на борт! Есть! Субтитры сделал DimaTorzok Лево на борт! Больше лево! Правый быстрый сброс! Право на борт! Есть правый быстрый сброс! Руль прямо! Есть руль прямо! Прежний курс! Штурман! Сколько до нейтральных вод? Две били! Прежний курс! Есть! Орт. Установка право 90! Угол места 45! Огонь! Помощник! В чем дело? Огонь! Что стали? Они не будут стрелять по мирному судну! Помните, как в прошлый раз? Работать! Быстро! Быстрее! Сколько до нейтральных? Две мили! Пойдем на таран! Корпушкуна выдержит таран! Киоси видела и не такое! Я раскалю их пополам! Право на борт! Дыхание к самой полной! Вперед! Есть! Самый полный! Вперед! Руль право на борту! Механик, выжми из своей кератинки все, что можешь! Наводить по носовому срезу! Лево 50! Огонь! Следующая очередь будет по рубке! Наводить по кормовому срезу! Есть! Право 50! Огонь! Огонь! Шхуна сбавила ход! Троп! Пушки на ноль! По смотровой группе приготовиться к высадке! Помощника срочно на мостик! Внимание! Мы мирные рыбаки! Терводы пришли за крабом! Оружие за борт! Высаживайтесь сходу! И ищите его! Ищите хорошенько! Кого? Да ты что! Они же пловца на борт подняли! Ну, давай же! Пошли! В радиорубку! Синдо! Почему не слышу музыки? Радист! Передать в базу! Задержано разведсудно Киоси с подводным пловцом на борту! Господин майор, вы убедились, что мы честные рыбаки? Со своей стороны мы считали бы инцидент стерпанным, если бы вы уплатили каждому рыбаку по тысяче долларов! Мы принесли извинения! Больше вы ничего не получите! Господин майор! Наша фирма известна во многих странах мира! Она обратится в международный суд! Устите! Не забывайте, что вас задержали в территориальных водах СССР! Господин майор! Навряд ли я могу удержать свою команду от выступлений по радио и телевидению! Политический резонанс, господин майор! Командор! Я свою тысячу долларов получу другим способом! Эй! Все, что я здесь обещал, я выполню! До свидания, товарищи! Заводи двигатель! Киоси! А-а-а! Господин майор, я отказываюсь от своих показаний! Мы вели промысель в ваших водах! Господин майор, я вам все расскажу! Стой! Предатель! Молчайте, скотой! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok